Староскольцы штурмуют водоканал. Количество желающих установить счетчики на холодную воду с 20 человек в день возросло до 240. Причиной стал стремительный рост нормативов для тех, кто до сих пор не обзавелся счетчиками. Такой приказ поступил из областного департамента жилищно-коммунального хозяйства. С подробностями Ольга Шалыгина. К такому наплыву посетителей в Староскольском водоканале оказались просто не готовы. Людмила Алексеевна, 182-я, в очереди на сегодня. Я только что пришла, я сразу взяла талоны, вот моя очередь. Надеюсь, что попаду. Посредним уже платим. Полив тоже самое. Полив у нас площадь у меня 25 соток. Это сколько будет стоить? Поэтому счетчик выгодный. Все у нас поставили. Решили себе поставить счетчик. У Валерия Афанасьева всего три сотки для полива. Но без счетчика не обойтись. С моей точки зрения ситуация немножко неконтролируемая получается. Я думаю, просто стоять придется здесь долго. Ажиотаж связан с ростом норматива оплаты для тех, у кого нет счетчика на воду. Если в прошлом году полив одной сотки в месяц обходился владельцем земли в 52 рубля, то в этом году сумма резко выросла до 813 рублей за сотку. Такой приказ поступил из областного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Увеличенные более чем в 10 раз нормативы утвердили еще в ноябре 2016-го. А в апреле 2017-го жителям области разослали уведомления. Платить по нормативу за холодную воду при таком раскладе многим просто не по карману. Установка счетчика – единственный выход. Но и со счетчиком это ощутимый удар по кошельку. В итоге, после многочисленных жалоб в областной департамент ЖКХ новый норматив сократили в 6 раз. В настоящее время с 1 мая будет установлен норматив полива одной сотки не 31 метр кубический, а 5 метров кубических в месяц. Что в переводе в денежный эквивалент с учетом повышающего коэффициента составляет с 1 мая 131 рубль 25 копеек. А с 1 июля 2017 года с учетом роста тарифа по холодному водоснабжению стоимость полива одной сотки в месяц составит 141 рубль 75 копеек. Хотелось бы объяснить такой резкий рост нормативов, стремлением обязать всех установить счетчики. Но к тем, у кого их нет, и так применялся повышающий коэффициент на 50%. Согласно статистике, четверть старооскольцев, жители частного сектора, не имеют счетчиков на холодную воду и платят по нормативу. Из-за наплыва желающих установить приборы учета быстро пройти процедуру не получится. Даже если абоненты придут завтра, у нас есть период выдачи технических условий до 30 дней. В настоящее время он увеличивается до максимального срока. Раньше мы выдавали в течение 5-7 дней, сейчас с таким наплывом абонентов. Каждое этих условие – это не просто распечатать лист бумаги, а нужно проверить на схеме водоснабжения, есть ли там сети. То есть это работа специалистов. Заявки объединяются. Водоканал старается ускорить темпы работы. Но все-таки очень многим старооскольцам придется месяц-полтора до установки счетчиков платить по-среднему. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.